Абсолютно всем мы знакомы с ситуацией, когда занятия превращаются в мучительную рутину. Будь то школа, колледж или вуз. В школу ежедневно приходится носить целую кучу учебников, и, похоже, кто-то нашёл для них самое подходящее применение. Что делать, когда ты проспал все будильники и понимаешь, что уже не успеешь позавтракать дома? Конечно же, взять с собой портативную плиту и приготовить еду на паре. Хоть многие могут посчитать, что вышивание должно нравиться больше прекрасному полу, этот парень с ними будет в корне не согласен. Именно таким занятием он отвлекает себя от скучной учёбы. Привет, с вами канал Фактория. Усидеть на одном месте может далеко не каждый, поэтому учащиеся начинают выплёскивать всю накопившуюся энергию во время перерывов. И вот один из примеров того, чем можно заняться. Сложно даже представить, что бы делало человечество, если на компьютерах не была бы установлена великая игра пасьян с косынка. Кто-то играет в неё на работе, ну а кто-то на учёбе. Эта девушка нашла немного иной способ, как успокоить свои нервы от надоевших занятий. Во время лекции она тщательно раскрашивает это абстрактное изображение. Думаю, этого хватит надолго. Ещё один парень уже сейчас понял, кем он хочет быть в будущем – поваром. Поэтому вместо того, чтобы заниматься, он готовит вафли для своих одноклассников. Многим нравится робототехника, но тот, кому технические науки не по душе, находит иное применение для деталей. Попробуйте и сами поймать такой баланс. Уверен, что попыток будет немало. Когда ты понимаешь, что просто создан для того, чтобы посвятить свою жизнь спорту, все остальные занятия проходят словно пытка. Вот, кто-то себе уже и настольное кольцо для баскетбола соорудил, чтобы не тосковать. Я уверен, что у каждого есть такой одноклассник или однокурсник, который постоянно что-то ест. У меня только один вопрос – неужели ему так нравится вкус сыра без всего? Этому парню также захотелось поесть во время учебы. Но так как он ничего не захватил с собой, то решил отвлечься от занятий на выбор доставки обеда. Какие занятия самые лучшие? Правильно, те, на которые можно приносить с собой ноутбук, или те, которые проходят в компьютерном классе. Ведь вместо учебы на компьютере можно заняться чем угодно. Некоторые не выдерживают и буквально прячутся от надоевших уроков. Ему даже заснуть там удалось. Вот только рюкзак его выдает. По такой улике могут ее вычислить. Не переживайте, в этой аудитории никто не пострадал. Просто кто-то хотел насладиться своим свекольным коктейлем, но тот вывалился из рук. Теперь аудитория больше похожа на место преступления. Оригами – это еще один способ отвлечься от уроков. Кстати, вы даже можете устроить соревнования, у кого кораблик получится меньше. Или кто сможет сделать самый большой фрегат и остаться при этом незамеченным. Он не дождался обеденного перерыва, когда все отправляются в столовую, и решил начать трапезу прямо сейчас. Может быть, это какой-нибудь спортсмен, у которого все приемы пищи проходят по строгому графику. Почему-то мне кажется, что над этим кубом из спичек постарался заскучавший инженер. А после занятий он, наверное, его еще и сжег, как ознаменование окончания унылой части дня. Большинство учащихся отвлекаются на рисование. И не всегда холстом выступает бумага. Некоторые предпочитают рисовать на себе. Казалось бы, как можно соскучиться на физкультуре, ведь там постоянно заставляют что-то делать. Но у кого-то и на ней было время, чтобы познать силу баланса. Занятия по музыке также не всегда проходят так ярко, как тебе хотелось бы. Поэтому ты вынужден выкручиваться из этой ситуации любыми способами. Увидев шевелюру своей одноклассницы, один парень осознал, какому занятию он хочет посвятить целый урок. Даже не знаю, довольна она оказалась результатом или нет. Как я уже сказал, не все художники рисуют на листах. Всегда найдется и тот, кто захочет проявить свои таланты на парте. Выглядит, конечно, впечатляюще, но лучше бы он все-таки выбрал бумагу. Кому-то шитье, а кому-то вязание. В этом занятии сразу несколько плюсов. Во-первых, ты успокаиваешь свои нервишки, а во-вторых, к выходу на улицу у тебя уже будет новый шарф. Если вы сначала взглянете на доску, то поймете, почему кто-то предпочел заняться чем-то иным. Написанные формулы могут просто взорвать мозг, если попытаться их понять. И как он избегал шума от монет после неудачных попыток. Можете даже не оправдываться, такое проделывал хотя бы раз абсолютно каждый. А чем вы занимаетесь во время учебы? Присылайте свои фото по ссылкам в описании. И вновь кто-то был крайне рад, что в этот момент он находился в классе с компьютерами. Вам бы хотелось сыграть в Майнкрафт на уроке? Кстати, парень, сидящий впереди, сейчас пытается выиграть гонку. Есть такие люди, которые могут найти альтернативу абсолютно любому предмету. У него под рукой не было ластика, поэтому он решил воспользоваться подошвой своего кроссовка. Ну разве не гений? Одной девушке настолько не хотелось вникать в суть происходящего на паре, что она решила избавиться от надоевшего маникюра. Наверное, уже вечером ее ждал поход в салон красоты, чтобы сделать новый. Для того, чтобы можно было преспокойно спать, сфотографируйте свое лицо, распечатайте и вырежьте из фото глаза. Если вы еще и очки носите, то вам будет проще все это дело зафиксировать. Всем известно, что чем больше в твоем пенале канцелярий, тем выше получится башня, которую обязательно захочется построить от скуки. Мало того, что кто-то захватил с собой кота на пары, на этом было решено не останавливаться. Из мохнатого попытались сделать настоящего кандидата наук. Думаю, пока кто-то старался над этим изображением, могла пройти не одна пара, а сразу весь учебный день. Берите на заметку. Больше всех повезло тем, кто помимо дара художника владеет еще и восхитительной фантазией. Потому что у них в голове всегда целая куча идей, что изобразить на этот раз. Большинство школьников, сидя на уроке, скучают по своему компьютеру. Кто-то даже свою тетрадь превратил в ноутбук. Одна ручка плюс целая куча времени – это секрет того, как можно отвлечься на десяток минут, чтобы сбалансировать такую конструкцию. Есть и те, кто считает, что тетрадный лист не способен вместить их в грандиозные задумки. Такие ученики переходят уже на доски. Вернувшись с перерыва, преподаватель, наверное, был в шоке. Кто-то очень, очень много времени провел за игрой The Elder Scrolls Oblivion. Главное, чтобы заметивший такое творчество преподаватель не подумал, что ты сатанист. Если ваш пенал скуден на письменные принадлежности, то можете собрать у всех своих одногруппников пустые бутылки, которые и станут стройматериалом для будущей башни. А для того, чтобы развлечь не только себя, но и всех окружающих, можно надеть какой-нибудь костюм на занятия. Но если у преподавателя плохое чувство юмора, будьте готовы, что он вас даже не пустит в аудиторию. Иногда заснувшему на занятиях может достаться ничуть не хуже тех ребят, которые первыми вырубаются на вечеринках. Так что перед тем, как устроиться поудобнее, убедитесь в надежности своего окружения. Пожалуй, этот костюм пряни мне нравится еще больше, чем тот, который мы видели ранее. То чувство, когда ты уже учишься в университете, но все еще обожаешь Шрека. Есть еще и такие учащиеся, которые обладают не самым лучшим зрением, но при этом отказываются носить очки и садятся на самый дальний ряд. Она точно одна из них. Преподаватель даже не подозревает, что сейчас половина класса занята игрой в Counter-Strike. Ситуация выглядит словно мечта любого школьника. А если вы тоже захотели поиграть в КС, но при этом нет возможности сидеть с ноутбуком, то советую приобрести такую портативную клавиатуру к своему гаджету. Похоже, этому парню надоело, что карандаши постоянно теряются, поэтому он пошел на крайние меры. Про такой точно не забудешь. Студенты-медики весьма своеобразный народ, и развлечения на занятиях у них соответствующие. Ребята решили поиграть в чумного доктора. Даже не представляю, насколько нужно быть смелым, чтобы проделать такое, но если у вашего преподавателя плохое зрение, то можете попробовать сделать так же. Еще одна жертва сна. Когда она проснется, точно будет в замешательстве от того, что с нее посыпалась куча макулатуры. Если у вас с собой есть ножницы и упаковка от какой-нибудь сладости, скажем, шоколадки Аленка, то я могу вас поздравить. Теперь у вас есть возможность поэкспериментировать со внешностью своих товарищей. Я даже не представляю, что здесь вообще происходит. Но самое интересное, что преподаватель также участвует в этом странном шоу. Перемены. Это то самое желанное время, когда, наконец, можно встать из-за парты и как-нибудь развлечься. Но будьте аккуратны, если вам в голову придет сделать подобное хулиганское фото. Большинство школьников не так уж хорошо готовят, да и собственной портативной плиты у них нет. Так что проголодавшимся остается довольствоваться старым добрым дошираком. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. Говорят, что у троечников не с первого раза удается их найти. Вот давайте и проверим. Учитесь хорошо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok